Давайте коротко вспомним чему посвящен наш проект. На самом деле мы много раз меняли подачу, упаковку, но суть осталась старше. Мы занимаемся разработкой криптоплатформы, посвященной оптимизации рынка оборота физического флота. По сути, как мы смело говорим, мы переизобрели ломбарды заново. Мы это сделали не случайно, я сейчас расскажу, какое отношение мы имеем к ломбардному рынку и в чем выключается наше изобретение. Немножко о самом рынке, потому что это вызывает не всегда однозначную реакцию, не всегда правильно понимают слово ломбарда, особенно в нашей стране. В других странах мы более видим такую адекватную реакцию, потому что ломбарда это такая кредитно-залоговая деятельность. В России, к сожалению, из-за всяких сложностей 90-х годов ломбарда воспринимается как что-то такое очень страшное и непонятное. Последние несколько лет это уже очень сильно регулируемый рынок, на котором практически уже не осталось такого серого сегмента. Центральный банк активно это все способствует. Тем не менее, в мировом масштабе ломбардный рынок это порядка 110 миллиардов долларов. Займы обеспечены в основном золотыми изделиями широкого употребления. Есть, конечно, сегменты лакшери ломбардов, есть сегменты часовые, какие-то антикварные, но в основном это, конечно, ширпотреб. 90% займов по статистике возвращаются. Ломбарды это, в принципе, не только российская реальность, то есть это во всем мире, потому что Россия занимает в этом меньше 1% рынка. То есть в основном это Азия, в Европе это развитое очень, собственно, слово ломбард это ломбард, я произошел оттуда. У ломбардов есть одно большое очень неприятное свойство, все остальное очень, все достаточно позитивно. Неприятное свойство заключается в том, что ломбардные займы, они очень дороги. И происходит это, в первую очередь, потому что экспертиза предмета залога требует высокой квалификации оценщика, надо содержать нескольких оценщиков, это дорого, это долго. И второе, то что у ломбарды не совсем прозрачный рынок, потому что очень короткие займы, очень быстро меняются залоги, поэтому все время приходится, ну, не хватает информации о том, что в действительности в залогах есть. Если говорить про положительные свойства, то, конечно, ломбарды это очень такой социально ответственный вид кредитования, если вообще можно говорить о кредитовании как социально ответственном виде помощи, потому что ломбард никогда не выдают денег больше, чем человек может свернуть, никогда не занимаются взысканием с заемщика, если не возвращен займ, в силу закона о ломбардах, который отдельный закон такой, в общем-то, займ продается, залог продается, займ гасится, и все. То есть никаких претензий не возникает. Так вот, в общем-то, есть такая глобальная несправедливость, что займы полностью обеспечены, а при этом они стоят дороже, чем для залогового кредита в банках, вот причины я уже назвал. Мы решили эти причины побороть. Собственно, кто такие мы? Давайте еще раз поговорим. Это всегда интересно, кто чем занимается. Я предприниматель с более чем уже 15-летним опытом работы в всевозможных таких венчурных направлениях. У меня было несколько стартапов, какие-то успешные, какие-то менее успешные. Вот с 15-го года я занимаюсь рынком физического золота. Не один, с партнерами. Здесь мы смело можем говорить, что мы достигли определенных успехов, потому что мы сегодня занимаем порядка 15% рынка именно скупки и не востребованных залогов в ломбардах. Нам принадлежит, ну мне в частности, моим партнерам, принадлежит сеть «Мозглой ломбард» старейшей в России. Помимо этого мы занимаемся всем, что связано с юридическими вопросами по ломбардам, бухгалтерское обслуживание. Разрабатываем совместно с 1С программное обеспечение, соответствующие требования Центрального банка. Мы вводим безналичные системы платежей, такие как карты богатства для клиентов, ломбардов. Ну, проводим форумы национального объединения ломбардов, которые также мы поддерживаем. И оно, по сути, нами основано. Но занимается тем, что проводит форумы всевозможных ломбардов. И, в общем-то, общаемся с регулятором на предмет оборот драгметаллов, ломбардной деятельности в целом. То есть, «Голд Минд» – это проект, который отражает наше видение того, собственно говоря, как победить проблемы ломбардов, в которых я уже обозначил и прозрачность, и высокую стоимость оценки, как снизить стоимость ломбардного займа, как брать вот этот имидж, скажем так, не до конца справедливый по отношению к ломбардам. Но этим бизнесом мы занимаемся в России, мы полностью соответствуем всей действующей законодательной базе. И, в общем, все, что мы здесь делаем, оно продиктовано не желанием создать блокчейн-стартап, который продаст свои токены, и на этом все закончится. А именно блокчейн для нас – решение тех проблем, которые мы видим и которые должны быть устранены для того, чтобы ломбардно развивать. Собственно, команду вы можете найти на сайте. Вы, может быть, знаете, что нас поддержал фонд «Альтаир» и ряд других людей, связанных с ритейлером, с бизнесом. Они входят в наш совет директоров, ну, про себя рассказав, там в нашу команду можно отдельно пообщаться по каждому. Мы, помимо… Есть еще много инженеров, то есть вот есть команда, которая разрабатывает кастодибот, не в Москве есть команда, которая делает блокчейн, это тоже не только Москва, скажем так. То есть людей достаточно много, здесь вы видите только такой хед офис. Собственно, что же мы придумали? Вот это самое главное, и о чем хочется поговорить подробнее. Мы решили сделать такую машину, которую мы назвали кастодибот, кастодибот – это хранение, бот – это слово робот, которая будет сама оценивать, сама проверять качество изделий без участия человека, помогать, перечислять деньги по займу на расчетную, на карточку, собственно говоря, заемщика, и класть информацию о том, что произошел такой займ в блокчейн-сеть. На основании этой информации будет произведен, скажем так, передача прав требований дальнейшему инвестору, который выкупит, по сути, этот бломбардный займ. То есть это некая система пир-ту-пир кредитования под залог, в которой в качестве оракулы, блокчейн-оракулы, наступает робот, который, собственно, без участия человек сообщает информацию по факту залога. Для того, чтобы все реализовать, нам потребовалось создать свой блокчейн. По некоторым причинам, очень важно, мы вынуждены были это сделать, мы ушли от эфириума, потому что нас не устраивало по этому параметрам, а также для того, чтобы, собственно, обеспечить возможность выкупа этих займов, другим инвесторам, то есть одни берут, информацию попадают в блокчейн, другие выкупают, мы создали криптовалюту, обеспеченную золотом в лоб. Собственно, как она обеспечена и как это все происходит, я покажу чуть попозже. У нас вот такая вот бизнес-модель, в которой, вы видите, здесь это развитие сети ломбардов, как мы называемые, это ломбарды 2.0 на базе роботов при помощи существующих ломбардных сетей, ломбардистов при помощи микрофинансовых организаций. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что, например, есть много микрофинансовых организаций, которые выдают займы, у них есть офис, у них есть сотрудники, они хотят выдавать займы обеспеченные под залог золота. Но они не могут этого делать, потому что экспертиза требует определенных качеств, и сотрудники микрофинансовых организаций или банков не обладают соответствующими знаниями. Вот мы предлагаем им развивать вот это направление при помощи установки у себя в отделениях, это может быть ювелирный магазин, банк, микрофинансовая организация вот таких вот роботов. Соответственно, эти роботы будут выдавать займы, займы будут попадать на Marketplace, на Marketplace они будут покупать инвесторы, у которых есть свободные деньги, при помощи нашего тогена Gold. Все транзакции верифицируются в блокчейне Mint, соответственно, те, у кого есть второй тоген нашего проекта Mint, могут вместе с нами верифицировать эти транзакции. Собственно, нам нужно было для того, чтобы это не была какая-то там локальная база данных, чтобы это был настоящий блокчейн, нам надо обеспечить децентрализацию хранения информации и определенный протокол консенсуса, при котором эта информация обновляется. Собственно, custody bot я вам покажу, как он работает. Это вот, вы можете вот видеть, он физически стоит в офисе, это такой вендинговый аппарат в формате банкомата, который, в общем-то, полностью готов к работе. Понятно, что это прототип, понятно, что это не окончательная версия, но это, в общем, уже работает. Вот он, есть на фотографии, в открытом видео я вам тоже покажу. Также точно есть вот этот CryptoAsset Gold, мы его запустили еще в апреле, это действительно одна из наиболее сейчас прозрачных криптовалют, потому что сколько у нас есть золота, столько у нас есть этих токенов, как это обеспечивается, тоже покажу прям наглядно. Это вторая часть проекта, это криптовалюта, обеспеченная золота. Да, она называется Gold. Еще раз, она нужна для того, чтобы с ее помощью можно было вкупать эти ломбардные займы. Ну, то есть, если в какой-то стране, в рублях, например, выдан какой-то займ, то кто-то хочет его проинвестировать, допустим, в иенах, но так как этот займ привязан к золоту, то мы решили привести все эти займы к единому знаменателю, то есть к унции золота, и через это выражать процентную ставку и, собственно, все транзарции. Опять-таки покажу, как его можно купить. И, собственно, вот этот блокчейн, который мы сделали, мы по ряду причин отказались от работы с эфириумом, то есть мы сделали свою сеть. В первую очередь мы стремились повысить надежность этого блокчейна, потому что контракт эфириум, он не до конца понятно, как будет развиваться сама сеть, как будут развиваться ноды, какие будут происходить перетурбации, переходы с одной версии консенсуса proof-of-work на proof-of-stake. То есть много непонятно, поэтому эфир нам не подходит. Посмотрели все остальное, поняли, что да, действительно можно скачать какой-нибудь депозитарий блокчейна, петшейр, запустить его, но для того, чтобы добиться, как нам надо, централизованной эмиссии, децентрализованной хранения информации от транзакций, он не подходит. Ну то есть он подходит, но его надо менять, и в общем проще цель свою. Сделали это вместе с командой Sumus, ну получилось достаточно изящное и быстрое решение, которое я вам тоже сейчас покажу. В общем-то как это выглядит все. Можно посмотреть. Итак, есть custody bot, есть криптовалюта gold, есть mint. Это второй токен нашего проекта. Если у вас есть токены mint, вы их всего 10 миллионов, для поднятия ноты нужно 10 тысяч, соответственно может быть не более чем тысячи нот. Вот на ICO мы продали порядка 150 нот, ну то есть порядка полутора миллионов токенов, ну и остальные тоже думаем, что сможем продать в течение такого времени после запуска проекта. Ну много чего сделали на самом деле за год после начала ICO, не все получилось до конца сделать, в частности не до конца получилось сделать фиатный шлюз между криптовалютой, но мы сделали для этого отдельную компанию в Эстонии, зарегистрировали, получили лицензии, принимать деньги с Visa MasterCard мы уже можем, пока не можем отправлять. Ну и собственно, пока еще не запустились, только все находится с июня, блокчейн находится в тесте, ну просто очень не хочется запускать продукт, в котором еще могут находиться какие-то ошибки, поэтому пока мы тестировали. В общем-то, есть роудмэк на следующий год, я думаю, что до конца года мы уже запустимся, как сеть блокчейн, уже можно будет посмотреть, как это все работает, запустить свою ноду и получать какое-то вознаграждение. Продолжаем, в общем-то, искать дополнительные инвестиции, партнеров, в общем-то, сейчас речь не об этом. Давайте я покажу, собственно, как это работает, что мы можем показать, кроме красивой презентации, потому что презентацию можно было посмотреть и без поездки. Ну так, значит, что мы имеем? Ну, собственно, я думаю, что сайты в нашу видели, то есть мы здесь полностью сфокусировались вокруг бомбардной индустрии. Очевидно, что сама по себе криптовалюта, обеспеченная золотом, она имеет гораздо больше всяких разных применений, но мы решили, вместо того, чтобы делать просто валюту как валюту, сделать какой-то конкретный кейс. Мы не ограничены в дальнейшем развитии, но пока сфокусированы вокруг рынка, где видим реальную проблему, которую блокчейн может решить. Значит, собственно, как обеспечена наша криптовалюта? Здесь вы видите, на сайте есть переход на раздел, собственно говоря, Transparency, переход на раздел Transparency. Здесь, собственно, видно, сколько всего у нас выпущено этой валюты, сколько ее в обращении, и как она обеспечена. Здесь можно посмотреть некие документы от нашего брокера. Это RedBush Securities, это очень крупный древний известный прокер США, через которого мы купили на Чикагской бирже 100 унс и золота. То есть вот здесь 100 унс и золота, и здесь в обращении 100 токенов. Также точно это видно в смарт-контракте Ethereum, что их всего 100, в обращении 95, вот как здесь на странице Transparency показывает. Конечно, это мало, но для всевозможных тестов, для того, чтобы проверить, как это работает, нам достаточно. То есть понятно, что мы запустились на Ethereum, так как я показываю смарт-контракт на Ethereum, но планируем перейти уже на наш собственный блокчейн, увеличивать эмиссию уже на нашем собственном блокчейне. Также эти токены доступны на некоторых биржах, вот я могу показать, что есть на банккоре, здесь мы соблюдаем его стоимость, то есть на банккоре стоят 1229 долларов, ровно столько стоит одна унция золота. У нас есть на сайте личный кабинет, то есть можно попасть, это все работает, то есть это все уже здесь по кнопочке buy book, можно попасть в такой вот личный кабинет, пройти процедуру идентификации личности, и здесь вот уже за физические там деньги с картой, криптовалюты, здесь вот можно с банковской карточки привязаны, покупать на какой-то кошелек, управляемый метамаском, покупать болткоин и продавать болткоин собственно по фиксированной цене, то есть это не биржа, это наш обменник, работает все под лицензией эстонской компании Cyberbrich, нам принадлежащей, эта компания имеет лицензию на обмен крипты, на фиатные валюты, к сожалению, пока не удалось нам реализовать выплаты на карты, но все это не очень просто, да, пока что хорошо, что есть возможность покупки с картой. Значит, что из себя представляет процедура KIOIC ML, у нас нет по сути анонимных кошельков, то есть можно купить анонимно на бирже, но тем не менее каждый пользователь у нас проходит идентификацию при помощи нашего партнера Shifty Pro, показывает паспорт, мы с помощью технологии, которая предоставляет нам Shifty Pro, понимаем, собственно говоря, что данные, введенные пользователями, соответствуют его данным, и после этого мы проверяем его на нахождение в списках IMA, то есть это антимонимно, то есть это не полностью анонимная система, то есть понятно, что можно купить на OTC рынке, но все наши кошельки, они все идентифицированы. кроме этого я хочу показать вам это вот было то, что касается GoldCoin, что его можно купить, его можно продать, также вот я хочу показать собственно наш блокчейн, то есть это вот выглядит это так, то есть это ноды, которые его поддерживают, это непосредственно сам блок, который содержит в себе транзакции, естественно, это все такая его начинка, но понятно, что мы сделали для него по сути свой сканер EtherScan, здесь вот видны все транзакции и все блоки, все кошельки, то есть показано вознаграждение, которое зарабатывается, сейчас здесь пусто, потому что мы сегодня очередной раз перезапустим блокчейн, потому что мы еще пока находимся в процессе его тестирования. здесь же можно на этом сайте Wallet Wallwind.io зайти, запустить мастерноду, здесь же будет обеспечено миграцией токенов, пока это недоступно, пока мы все это тестируем. Здесь же можно скачать расширение для браузера Chrome, это наш кошелек, то есть вы знаете, что такое есть собственно метамаск, а мы сделали свой такой метамаск, по сути, где управляются все транзакции наших токенов Mint и Gold. С точки зрения блокчейн комьюнити это наиболее безопасный способ управления своим кошельком, потому что мы не храним ни на каких серверах приватных ключей блокчейна, здесь есть полный функционал, импорт, экспорт, или нос, другой компьютер, это достаточно глубокий уровень проработки управления блокчейном, то есть это не база данных, настоящий блокчейн, если кошелек потерян, ключ от кошелька потерян, то мы сделать ничего можем. Ну, собственно, это вот как раз есть то, над чем мы работали, вот этот блокчейн, этот токен Gold, и, наверное, сейчас я хочу вам просто показать еще раз уже как работает вот этот наш аппарат, возможно, что у вас сейчас какие-то вопросы по тому вообще что я сказал, пока мы не ушли туда, давайте попробую на них ответить, вот Ярослав не ушли, ярослав Продолжение следует...